Ёлочка, ёлочка, всё, пора уже на покой до следующего Нового года. Дыня видит тут лёд, у нас сейчас минус 8, и вот ему хочется покататься. Дыня, а что это такое? Во что это ты играешь? Это лёд. Поменяла им полностью туалет, вот, высыпала всё, помыла этот лоток. Потому что я заметила, что... Поэтому я пошла на остановку и решила подождать автобус. Всем доброе утро, девочки мои. Сегодня у нас мороз и солнце, день чудесный. На градуснике минус 10. Мороз такой. Вот, откроем окошко, посмотрим, что у нас там делается. Ой, какая прелесть. Ночью небольшой, маленький такой снежочек был. Ну, как подморозило, так сразу солнечно стало. Смотрите, как там здорово всё, как всё красиво. Горизонт виден, дон виден. Вот такая вот красотища. Вот. Ну, а завтра уже будет плюс один. Вот так. Подморозило на одни сутки у нас. Вот такая вот у нас погода. У нас всё время такие качели. Я как ни загляну на вот эту шкалу, где вот показывают в Яндексе. Плюс, минус и температура. И она вот такая вот качелька. Ну, вот у нас сейчас вот так вот она упала. Всё. В ночь. Ночью до минус 11. Сегодня у нас минус 9 днём будет. И потом потихоньку будет снижаться. Вернее, повышаться температура. И завтра днём уже будет плюс один даже. Вот. Но, тем не менее, каждый день у нас осадки. Ещё я смотрю, сильный ветер такой. И даже с порывами. Но пока что ветра не наблюдаю. Ну, хорошо. А ощущается, как минус 17 написано. Вот. Ну, ладно. А я сегодня, в принципе, днём дома. А вечером мне нужно будет уже идти дынечку забирать с садика. Вот. Так как у меня вот такие движения перед движения. Я уже думала, думала. У меня вот эта вся неделя. Она у меня вся распланирована до конца недели. И уже начало следующей даже. Вот. Поэтому я думаю, у меня сегодня есть днём, в принципе, окно свободного времени. Я так думаю, что, скорее всего, сегодня разберу ёлочку. Прям надо её сегодня разобрать. Потому что следующая возможность у меня появится только на следующей неделе. Но мне уже нужно будет прям с понедельника, наверное, идти забирать посылочку. Должна она прийти от Василька. И приходить сюда снимать Василёк. Но мне уже, опять-таки, не будет времени ёлочку эту разобрать. А при том, что я уже хочу Василёк снимать уже без ёлки. Так что, несмотря на то, что сегодня у нас старый Новый год, а я сегодня ухожу из дома, в общем, на старый Новый год, так сказать, да. И ёлку никто, кроме меня, не видит. Так что я её сегодня и разберу. Ну, готовить я, соответственно, сейчас тоже не буду, потому что что готовить, если я из дома ухожу. В общем-то, планы вот такие у меня на сегодня. Так что, девочки, пойдёмте ёлочку разбирать. Посмотрим на прощание ещё раз на эту красоту нарядную. И попрощаемся с ёлочкой до следующего года. Вот, включила я фонарики, чтобы ещё раз вот как бы налюбоваться сейчас чуть-чуть. И всё. Так. И снежиночки тоже вот эти вот силиконовые. Будем вот так снимать. И наклею я опять их также на такую клеёнчатую штучку. И всё. Вот такие вот силиконовые. Классные. Мне нравятся вот так вот. Раз. И она прилипла. Да, они мне понравились. Это снежинки такие многоразового использования. Классные. Всё. Снежинки из окна я достала. Все они вложились хорошо. В пакетик в один. И вот я их сюда складываю. Ну, а теперь ёлочку давайте разбирать. Ёлочка, ёлочка. Всё. Пора уже на покой до следующего нового года. Всё. Я складываю в коробочку. Коробочка от обуви. Так. Вот так всё. И сюда игрушки. Разбирать всё оказывается гораздо быстрее, чем собирать. Ну, вот и всё. Всё по местам. Всё по коробочкам. И всё теперь спрячу в дальний угол до следующего года. Ну, вот и всё. Вернула я всё на свои места. Оставила подушечку с птичками, со снежинками. Хоть какое-то напоминание о новом годе. И тут у меня снежный барс. Ну, как тигр, в общем-то. И всё. Вот так. Уголочек мой теперь опять красивенький, уютненький. И я на фоне этого уголочка. Всё прекрасно. Всё замечательно. Вообще, я так быстро управилась. Я думала, у меня там, не знаю, несколько часов на это уйдёт. Ну, от силы полчаса и всё. Я свободна. Так. И, в общем, а что дальше делать, я ещё не придумала. У меня ещё куча времени впереди. Ладно, подумаю. Попозже вернусь к вам. Включила влог дочки. Смотрю, как они там с Кристиной. Многое приключение в Москве на день рождения Любашки. Выглянула в окошко. А там солнышко уже заходит. А время полпятого сейчас. И я уже собираюсь ехать в сторону за Денечкой в садик сегодня. Всё, девочки мои хорошие. Вызвала такси. Поеду прямо до садика. Не буду время сейчас терять. Потому что пока доберусь. Может быть, надо было раньше выйти. Ну, решила, чтобы домой уже не заходить. Сумка не такая уж тяжёлая. Ноутбук я с собой брать не стала. Потому что Деню я сегодня забираю. Я с ним переночую. Утром в садик отведу. И потом приеду обратно сюда домой. А забирать уже завтра будет. Деню в садика будет Надежда Ивановна. Так что вот так. Всё, пошла. Такси уже сейчас вот-вот подъедет. Всё, Деню забрала с садика. Деня видит тут лёд. У нас сейчас минус восемь. И вот ему хочется покататься. Ну, пойдём, Денечка, пойдём. Пойдём-пойдём. Пойдём-пойдём потихонечку. Домой. Деня, что это такое? Во что это ты играешь? Это лёд. Что это за штучка? Смотрю, смотрю. Смотри, какой. Что это такое за штучка? Какой-то интересный. Дай его. Я покажу. Не прилипает к рукам. Лёгкое что-то. Ой, что это? Что это? Что это? Покажи маме, как ты делаешь печенье. Я маме отправлю, она посмотрит. Ну-ка покажи, как печенье делаешь. Смотри-ка, я стучу. Давай, формочкой сделай. Смотри, как могу. Только что сделал печеньки, пока я не снимала. Смотри, как могу. Да это может каждый. Так неинтересно. Сделай печеньки, Дэн. Покажи, как ты печеньки делаешь. Может, и яблоки. Смотри, вот так. Раз. Я хочу яблоки. Хорошо, пельмени будешь или нет? Пельмени ты сказал тебе варить. Я поставила водичку на пельмени. Будешь пельмешки? Да. Ну, значит, пельмешки покушаешь, потом яблочко будет. Вот так вот мы и занимаемся. Поставила водичку я на пельмешки. Сейчас сварю пельмешки, Дэн. Дэн кушает вот эти пельмешки, такие детские, цветные. Я такие первый раз вижу. Но я попробовала вкусненькая одна. Вот, а еще он что-то читает мамину книгу какую-то на английском языке. Так, ну что, Дэнечка, осталось три штучки. Да. Да. Ты скушаешь, что ли? А, три штучки осталось. Ты скушаешь? Или ты уже все наелся? Я говорю, если ты не скушаешь, я возьму твои пельмени и съем. Дэня сказала, что сам справится. Ну все, молодец. Одна штучка осталась. Пойдем купаться, Дэн? Угу. Сейчас водичку будем набирать. Все, Дэня купается. Котики, вот они развалились, тут отдыхают. Играет, Дэнечка. Я тут такая вот... Завтра буду помыть. Так, что у нас? У нас тут все хорошо. Дэней спать скоро ляжем. Еще рановато. Я уже приготовила на завтра на садике мужа шортики, маечку там, футболочку. Все, носочки чистые. Сейчас наденем чистую маечку, трусики. Все, все готово у нас. Ну вот у нас вечер почти что прошел уже. Мы с Дэней поиграли в пластилин, покушали, поужинали. Я тоже перекусила. Сейчас она скупается. И, в общем-то, туда-сюда уже и спать пойдем ляжем пораньше. Завтра нам в садик опять вставать с утра. Вот. Так что я уже, в общем-то, управилась. Готова ко сну. Увидимся позже. Всем спокойной ночи. Так, утро ранее. Доброе утро всем. Все проснулись. Я проснулась в полшестого. Дэня проснулся в шесть. Но я думаю, что кто-то из кошаков. Его мелко, наверное, разбудила. Так, ну что, кошакам я корм наложила. Я смотрю, бантик активно в новом туалете там орудует. Ой, какой громкий силикогель вот этот. Поменяла им полностью туалет. Вот, высыпала все. Помыла этот лоток. Потому что я заметила, что если там уже не свежий силикогель, то вот кто-то сегодня из кошаков, не знаю кто, но вот на коврик, на этот накакал. Я уже думаю, что, наверное, скорее всего, им нужно менять просто вовремя этот силикогель. И тогда они будут туда-сюда, если им ходить. Так, в садик еще собираться рано. Шесть часов семнадцать минут. Еще рано. Ну, Дэня включил мутики. Милочка, вот она, как конь тут бегает, скачет. Дудух, 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 да? Милка, это ты, наверное, дыню разбудила так рано? Ну, он, правда, вчера рано уснул. Уснул, он еще было без пятнадцати девять. Мы ушли восемь часов в спальню. Вот она, соскучилась. Я, потому что закрыла обе спальни. И они вот тут вот вдвоем с бантиком обитали в этом пространстве. Дэнечка, пошли умываться, зайка. Пойдем? Пойдем? Умываться, пойдем? Пойдем. На улице сейчас мороз и очень сильный ветер. Дэнку одели, как космонавта. Даже шарфик придется нам на улице вот так вот надевать, да? Бабушка тоже капюшон натянула. Все, девочки, отвела я Дэнечку в садик. Ветер сильный, но он дует в одну сторону. Мы шли как раз не напротив, а ветер нам в спину дул. Ветер был по путочку. Ну, а я хочу поскорее домой. В общем-то, мне уже здесь делать нечего. Там я все сделала, что мне было нужно. И сейчас вызываю такси. Скорее бегу к себе домой. Любимый, то, ветер дует, наверное, задувает. Он скуптом. Девочки, на такси решила не ехать. Во-первых, дорого почему-то, хотя осадков нет. 326 рублей стоит, 2 километра проехать. И при том еще долго очень ждать такси. Поэтому я пошла на остановку и решила подождать автобус. В общем-то, я даже не знала, где остановка тут находится в обратном направлении. Вот. Ну, тут, в принципе, ничего так не было. Сильно меня не сдувает. Я решила проехаться на автобус. Так что, жду автобус. Ну, вот я и приехала. Прекрасно на автобусе. Я теперь знаю, где эта остановка. И, в общем-то, когда нормальная погода, буду теперь проходить, наверное, на эту остановку. Вообще, вот это расстояние, когда до дочки ездила, вот всегда я оплачивала в среднем где-то 100 рублей на такси. Самый минимум это было 69 рублей. Ну, вот сегодня 326. Ну, дорого. Тут ехать-то всего ничего, боже мой. Вот. Ну, вот это, кстати говоря, да, 300 с лишним, по-моему, это максимальный тариф, который был вообще в новогоднюю ночь, по-моему. В общем, короче говоря, совсем уже. При том, что ни осадков нету, гололеда нету. Ветер, ну, вот у местами порывы там могут быть сильные. Сейчас вот здесь вот тихо, совсем-совсем ничего не дует. Я не знаю. Люди вроде на работу как бы едут. Время такое 8 час, ну, около 8. Должен быть нормальный тариф. Ну, видимо, мало, как мне объяснили, видимо, мало на работе этих водителей. И они поднимают тариф для того, чтобы привлечь водителей на работу. Представляете, до чего дошли? Это значит, вольно наемные все водители, которые хотят, работают, хотят, не работают. А кто-то хочет поспать, выспаться. Вот они и спят. Вот, ну, ладно. В общем, пошла я домой, девочки. Сейчас вот прям вот я стою здесь тихо, а ветерочка нету. Но я вижу, он дует. Он просто дует с другой стороны. А мне сейчас дом загораживает. И здесь вот ветра нету. А так вообще на самом деле температура сегодня минус 2. А днем будет плюс 2. Ну, ветер вот передают. Конечно, если бы ветра не было, была бы вот такая клевая погода. Все, пошла я домой. Ну, вот я и дома, девочки. Дома хорошо, но прохладно. Ветер, оказывается, дует в мою сторону. И тут у меня 22 градуса. Хотя обычно 25-26. Вот, я, видите, укуталась в свой любимый костюмчик махровый из василька. Вот, и что я вам хочу сказать. Я хочу видео свое на этом завершить, чтобы его сегодня быстренько вам смонтировать. Потому что впереди выходные. И мне будет уже не до этого. Выходные начну я снимать. Наверное, тоже сегодня начну. И потом выходные уже продолжу. Вот. Ну, и сегодня, собственно, что я. Сейчас пока сяду монтировать видео. Потом мне нужно порядок себя привести. Ну, и потом, попозже, я начну уже новое видео снимать для вас. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан еще. И до новых встреч. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok